МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальный эксперимент телеканала Беларусь-2. Каждую неделю герои нашего проекта бросают вызов судьбе. Определять, кому и какое задание достанется, будет игра в камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Парад войск Бобруйска в присутствии царя Николая II. Прикиньте, тут две двери. Две. Самое приятное время залезть в несучастность. До сих пор в нашем проекте мы проверяли на прочность наших участников. Сейчас мы решили сменить правила. И теперь бороться друг с другом будут города, где вкуснее и дешевле кормят. Сколько стоят гостиницы, как развлекаются в этих городах, а достопримечательности там есть. Инспектировать города нам помогут Лена и Дима, которые сейчас появятся в студии. Дима путешествует в основном за границей. Оно и понятно. Дима дипломированный переводчик. В отпуске предпочитает совершенствовать языки и знакомиться с девушками. Исключительно в интересах иностранной лингвистики. Лена. Летом предпочитает ездить на море или отдыхать в деревне у мамы. В путешествиях ценит комфорт, но не за большие деньги. Поэтому свой отпуск всегда планируют до мелочей. Привет, Лена. Привет, Дима. Привет. Скажите мне, как часто вы путешествуете по Беларуси? Не очень часто, если честно. Я был, может быть, только в Гродную и все. Ого, Лена. Ну, я по роду работы иногда, но тоже не скажу, что часто. Редко. Что ж, у вас будет сегодня такая возможность. Вам нужно будет провести инспекцию по двум белорусским городам. А вот по каким, мы сейчас узнаем. Их название сплетано в этих конвертах. Давайте сыграем в камень-ножницы-бумага для того, чтобы понять, кому какой город достанется. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Ха-ха, я тебе на пятое. А это мне, соответственно. А мне, пожалуйста, какой-нибудь Могилев. Мне и так неплохо будет. Марина Гурка. Тоже неплохо. Я, кстати, была. Дзержинск. Ну, чтобы вам было совсем интересно, вам не только нужно будет хорошо отдохнуть, но еще и сэкономить. Кто сэкономит больше, тот и победил. Так что, хорошего путешествия. В Мариной Гурке я была не впервые, но в основном проездом. Моих родителей там недалеко дача. В Марину Гурку можно добраться двумя способами. Либо электропоездом, либо маршрутным такси. Разница в цене при этом относительно небольшая. В первом случае вы заплатите чуть более одного рубля. Во втором – три. Это была моя первая поездка в Дзержинск. Ничего не знал ни о городе, ни о людях. Добраться из Минска до Дзержинска можно тремя основными способами. Например, на электричке. К разу моей спиной находится ЖД-станция. Также на маршрутном такси или личном авто. В любом случае, дорога займет всего 30-40 минут. На самом деле, в Мариной Гурке безумно много всяческих достопримечательностей. Но в основном они имеют отношение к Великой Отечественной войне. Как и полагается военному городку, на всей его территории разбросаны памятники героям Великой Отечественной и боевому оружию. На привокзальной площади это сцело партизанским бригадам и отрядам. На въезде в город стоит 22-миллиметровая пушка-гаубица. А на окраине города разбит парк имени партизанки Любы Гайдученок, убитой немцами в годы Великой Отечественной войны. Перечислять все памятники нет смысла. По городу можно ходить, как по-настоящему музей Великой Отечественной войны. Что посмотреть в Дзержинске, когда не знаешь ничего о городе? Ну, конечно же, статуя Дзержинского. За свою богатую историю у города было три названия. Койденов, Кругогорье, а также Дзержинск в честь самого Феликса Дзержинского. Первое упоминание о городе датируется 12-м столетиям. Также около города расположена самая высокая точка Беларуси, гора Дзержинская, 345 метров над уровнем моря. Местные жители посоветовали посмотреть усадьбу графа Макова. В Марьиной Горке на самом деле не так много достопримечательностей. Вот, например, знаменитая усадьба Макова, министра внутренних дел Российской империи. Именно благодаря ему на самом деле у Марьиной Горки появилась железная дорога. А в начале прошлого века здесь располагался дом творчества писателей Беларуси. Здесь искали вдохновение Янка Купала, Якуб Колы, Скузьма Черный. А сейчас на этом месте детский санаторий. Правда, детей почему-то не видно. Мне посоветовали сходить в архив. Он у нас такой один на всю страну. Это огромное здание, честно вам скажу, несколько этажей, вот такое массивное. Фишка в том, что независимо от того, один ты или в группе, получается 8 рублей в любом случае за экскурсию. Добрый день, Ирина Мироновна. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что, в принципе, я готов, пойдемте. Стойте, Дмитрий. Я уже направился, он мне говорит, нет, парень. Если вы хотите попасть к нам в архив, нужны перчатки и халат. Я почувствовал себя медицинским работником, и это было довольно-таки забавно. По своей конструкции архивные данные надминают елочку самую настоящую. Где-то здесь, наверное, я смогу найти, может быть, даже и царские времена. Очень круто. Почему? Потому что я, как человек, который любит историю, парад войск Бобрульска в присутствии царя Николая II. Я прикоснулся вот этими самыми руками к, можно сказать, к истории царской семьи. Николаю II это был парад. 1918 год. Кавалерийская школа в поставах. Дайте посмотреть. Я прямо слышу звон копыт в этой записи. Какая, одним словом, увесистая пленка. Кроме того, я пошел еще в фотоотделение. Нашел фотокарточку вокзала. Еще тех времен, когда Дзержинск назывался Койденова. Вы, наверное, задаете себе вопрос, что я делаю здесь, в этом непроходимом пространстве. Оказывается, у Беларуси есть центр, и вот он рядом. Я не знаю, видите ли вы, где остался наш автомобиль. Но проблема в том, что этот центр находится в чистом поле. Но это расстояние занимает примерно площадь в 400 метров. И непроходимые джунгли. Боже, гороховое поле по пояс. Мы с оператором пробирались минут 25. Это, казалось бы, небольшое расстояние, 25-30 минут. Вы знаете, где центр Беларуси? Уверена, что многие даже не догадываются. Он здесь! Я его нашла! Ну, центр Беларуси на самом деле не совсем Марина Горка. Это в окрестностях километров 7-8 от Марины Горки. Для меня это была новость. Честно говоря, я думала, что центр Беларуси выглядит несколько иначе. А нет! Чисто поле и вокруг не дышит. Грех не потоптаться. Я и селфи сделала, отметилась все как надо. Ну, кто еще пойдет по полю полкилометра по таким джунглям гороховым? Гороховым. Камень, медницы, бумага. Раз, два, три. Парад войск Побрульска в присутствии царя Николая Второго. Он здесь! Я его нашла! Лена втерлась в доверие местным жителям и тут же нашла первую достопримечательность. Это усадьба Макова, министра внутренних дел Российской империи. Она погуляла по ней совершенно бесплатно, а после нашла еще одну достопримечательность – центр Беларуси. Постоять в самом центре нашей страны стоит 0 рублей. Ну, а что же Дима? Он тоже хорошо провел время. Пошел в самый большой в Беларуси архив кинофотодокументов и в белых перчатках прикоснулся к истории. Это удовольствие ему обошлось в 8 рублей. Таким образом, в этом испытании побеждает Лена. 1-0 в ее пользу. Ну что, наши герои проголодались, и пора их отправить в ресторан. Посмотрим, где дешевле кормят – в Марино-Горке или Держинске. Мы приехали в город, когда проводились выпускные вечера. И мало того, там директор какого-то завода отмечал юбилей. То есть все те там, ну, грубо говоря, 10 мест на всю Марино-Горку, они были заняты под спецобслуживание. Столовая! Я ее нашла! Осталось только разузнать, насколько там действительно дешево и вкусно. Проверю. В столовую мы не пробились. Единственная столовая, наверное, которая открыта для всех желающих. Ну, там постеснялись, видимо. Как зашла, так и вышла. К сожалению, в столовой съемки нам запретили. Все, наверное, просто стесняются, но я успела заметить, что борщ у них стоит одна тарелочка. Всего 95 копеек. В Минске таких цен я просто не видела. Подрулили мы к ресторану. Я, кстати, была как-то в Марино-Горке и в командировке и кушала именно в этом ресторане. Хочу заметить, что мы снимаем программу в период проведения выпускных вечеров. Поэтому попасть в какое-то место общественного питания просто нереально. Везде банкеты, вечера, юбилеи, свадьбы. Но, может быть, здесь-то мне откажут и покормят. Там проводился тоже юбилей. Но я очень попросила, сказала, что нам буквально 20 минут перекусить, оценить вашу кухню, интерьер, пустить в ресторан. Пустили. Хочу заметить, что в этом ресторане сегодня тоже банкет. Но меня любезно согласились покормить. Очень интересно узнать, какое у них меню. Мне люди в основном советовали одно и то же место. Очень знаменитое по меркам Држинска. Ну и я не применил сходить. Так, салаты. Ух ты, салатов, смотрю, тут больше, наверное, 15 наименований. Холодные закуски, бутерброды, блюда из птицы, из мяса, из рыбы. Гарниры, кондитерские изделия, соусы. Собственный ресторан не бедствует. Есть что выбрать. Добрый день, мне, пожалуйста, бургер в Фиджи, потом маленькая картошка и бутылочка водички. Сол в картофеле желаете? Нет. Здравствуйте. Цены у вас, конечно, потрясающие. Очень хочу попробовать ваш салат фуршетный. Потом филе куриное с романтическим вариантом Клеопатра. И, пожалуй, картофельные дольки. Они с овощами подаются? Да. Вам с тобой на месте? Здесь. Я взял бургер такой хороший, увесистый. Я взял картошку фри, ну и водички. Это мой бургер. Пожалуйста, приятного аппетита. Приходите к нам еще. Большое спасибо, девушка. О, а вот и мой заказ. Боже, какая подача. Обалдеть. Такая порция, и так красиво выглядит. Не терпится попробовать. Завидуйте молча. Ну, на самом деле, если сравнивать с Минском, это большие порции. Большие и недорогие. Там, допустим, салат мне обошелся в 4 рубля 50 копеек. Ммм, самое приятное время в завезде, если честно. Мне моя трапеза, назовем это так, обошлась ровно 5 рублей. Да это нереально просто. Такие порции. Тут можно и моего оператора покормить, по-моему. Присаживай. Второе, там какая-то курица с гарниром и с картофельными дольками тоже 4,50. Вы знаете, несмотря на то, что интерьер в современном ну никак не назовешь, на это просто закрываешь глаза, потому что вот это нереально вкусно. Дима, не знаю, чем ты там питаешься. Как если для Беларуси я обожаю картошку. Ммм, завидую Алену. В всех своих дорогих ресторанах такого, ну, вряд ли попробую. Хотя бы всякая слога, непонятная. Картошечку приточишь, да? А у меня, о, какая дольками красивая. Вообще, в целом, я хочу сказать, что довольно-таки чисто, довольно-таки мило. На кассе девушки очень вежливые. Подытожим. Этот шикарный, на мой взгляд, обед мне обошелся всего в 13 рублей 50 копеек. Разве в Минске поешь на такую сумму так сытно? Я думаю, вряд ли. Дима разыскал Дзержинский местный фастфуд. И за бургер, картофель фри и воду заплатил 5 рублей. Ну, а что же Лена? Лену же местные отправили в столовую. Мол, там дешевле. Борщ стоит всего 95 копеек. Однако есть там можно, а вот снимать нельзя. И голодная Лена отправилась в другое заведение, в ресторан. Там за тот же набор, что и у Димы, куриное филе, картофель и вода, Лена заплатила 12 рублей. Так что Дима здесь ведет. Один-один. Ну, а сейчас пора наших героев поселить в гостиницу. Смотрим. В основном в городе было два варианта. Это гостиница подороже и гостиница подешевле. Ну, я думаю, ну что делать, конечно, мне подешевле. У Димы, наверное, вариантов было побольше, но в Марино-Горке я удивилась. Я думала, для такого города с населением более 20 тысяч человек будет побольше вариантов. На самом деле, одна гостиница без названия. В Марино-Горке одна единственная гостиница. Попробуем узнать, сколько стоит это удовольствие и заселиться. О, сразу хочу заметить вай-фай. О, на улице так жарко, а попадаешь в настоящий оазис. Рецепшн. Красиво не придраться, ну, не сельфово. Так, полюбопытствуем. От 16 рублей до 30, почти 37. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, хотелось бы у вас на ночь остановиться, но такая ситуация, что не очень много денег. Что вы можете посоветовать? Пожалуйста, можете остановиться. У нас есть бюджетный вариант с подселением, согласны? А сколько он будет стоить? 20 рублей. Ну, конечно, цена сразу 20 рублей становится. Конечно, я готов. Мне достался номер 16. Говорят, что это самый дорогой двухместный номер. И стоимость, не поверите, почти 37 рублей на одного человека. Очень интересно посмотреть, что же там за дверью. Я хотела, естественно, победить Диму и взять бюджетный номер. Но они, к сожалению, были все заняты. Ничего себе апартаменты, вы знаете? Для небольшого городка я, честно говоря, очень приятно удивлена. На самом деле стоимость 36 рублей с копейкой – это на одного человека. Если вдвоем, ну, считайте, в два раза дороже будет. Отличный номер. За свои деньги и кровать даже мягкая. Мне повезло, мой подселенец, моего подселенца еще не было. Ну, в принципе, я доволен. За 20 рублей, что еще больше надо? Правда, конечно, санузел, наверное, у меня не в номере. Ну, ничего страшного, молодежи не привыкать. Санузел был в коридоре. По общим впечатлениям, довольно-таки нормально. Конечно, мы там не снимали. Шикарно. Для 37 рублей – это просто классно. О-о-о-о, классно. Очень мягко и удобно. Оценим вид из окна. Ну, вид самый обычный на железнодорожный вокзал. В Марьиной Горке, мне кажется, претендовать на что-то лучшее нельзя. Ну, либо частный сектор, либо железнодорожный вокзал. С закрытыми окнами отлично все. Если открытые, то, думаю, наверное, шумновато будет, потому что прямо пролегает трасса и вид на железнодорожный вокзал. Какой вид! Прямо на парковку и на двор. Замечательно. Это что я притираюсь? С 20 рублей все отлично. Я доволен. Нашла ретроприемник. Это, наверное, единственный отголосок советского прошлого. Ну, вот разве что напоминание о том, что мы все-таки в маленьком городке. Это такой гаджет. Работает! У меня очень даже душевный номер. Большая классная плазма. Графинчик из советских лет. Ну, а что мне еще надо? Мягкая кровать. Не то, что ты Алене какой-то, у которой там, наверное, бездушные лакшери хоромы. Не завидую я. Не завидую вообще. Нисколько. Знаете, что я думаю? Я Дмитрия определенно переплюнула. Если уж не в стоимости номера, то в комфорте я его сделала. Ну, а пока моего подселенца еще нету, я буду смотреть по телевизору то, что я хочу. За 20 рублей, поверьте, я был просто счастлив всему тому, что было. Было довольно чисто и опрятно. Хорошая плазма, все красиво. Та-ра-ра! Прикиньте, тут две двери. Две! Это, так сказать, удобство. Душ просто огромный. Там даже с двух дверей можно зайти в этот душ. Ой, в общем, знаете, сегодня очень жарко. Наверное, я в душ. Камень, нотницы, бумага. Раз, два, три. Самое приятное время, залезли, если честно. Прикиньте, тут две двери. Две! Лене не повезло. Все дешевые номера по 16 рублей в Мариной Горке были заняты. Ей достался люкс за 36 рублей. Ну, а что же Дима? Он познакомился с директором гостиницы. Она предложила ему очень выгодный вариант. Номер за 20 рублей, но с подселением, то есть с соседом в придачу. Дима тоже согласился и выиграл у Лены. Таким образом, 2-1 в пользу Димы. Ну, а теперь пора развлечься. Пойти, не знаю, там, в бар, на дискотеку, честно скажу, но это не совсем мой формат времяпрепровождения. Поэтому я решил, что это все не для меня и решил какой-то интересный себе отдых устроить. Интересное развлечение. Виктория, привет! Добрый день! Честно признаться, я впервые сегодня хотел бы попробовать оседлать скакуна. Я немного волнуюсь, потому что это, как я сказал, в первый раз. Поможешь мне в этом, пожалуйста? Не переживайте. Мы с Казбеком с радостью вам поможем в этом непростом деле. Молодежь, я проспрашивала, кого только не пытала. Что-то интересненькое есть, куда сходить, чего посетить. Кинотеатр. Кинотеатр. Кинотеатр уже неплохо, есть кинотеатр. Здесь все сводится к тому, что, в принципе, в кинотеатр сходить, либо какие-то секции спортивные при школе. Я ищу себе какое-то занятие, не могу найти. Что вы здесь делаете? Ничего. Ходим, гуляем по городу. Это все из развлечений? 15 рублей я отдал за тренировку. Вся экипировка уже на мне, на ногах краги, а на голове для безопасности шлем. Мой Казбек ждет меня. Пойдем. Но тут мы попали на площадь, на центральную площадь Марьиной Горки, где очень много людей. Сегодня выпускные. Победитель республиканского конкурса «Золотое перо Белой Руси». Мне очень понравилось, потому что тренер от меня не отходил. Точнее, скажем так, инструктор от меня не отходил ни на шаг. Она все мне показывала. Она была очень чуткой и милой девушкой. Перекидывайте. Все, хорошо. Это сильный конь. Садитесь поглубже в седло. Не волнуйтесь. Давайте посидим полминутки. Делаем глубокий, спокойный вдох. Первый раз немного волнуйся. Все-таки это живое существо. Обе ножки икрами. Прижмите его. Прижмите его, что-то. Иди. О! Все хорошо. Так, так, так. Я с вами рядом. Простите. Я заранее извиняюсь, если что. А это как раз происходил бал. Как они его романтично называли? Бал уходящего детства. И все красивые. Мне кажется, там, наверное, весь пуховический район съехался, потому что нереально много было выпускников. Встать, сесть, встать, сесть. Раз, два. Я не очень быстро схватывал упражнения. Например, когда мы просто ходили с лошадкой, все было хорошо. Ваша задача такая. Тот толчок, что подкидывает вас вверх. Привставать. Да, подхватить его и на него привстать. Долго не стоите, сразу садитесь. А что обещают? Может быть, заявлены артисты? Клоуны? Ничего из клоунов не будет. А артисты будут петь, танцы? Да мы будем, естественно. Вы и петь будете? Нет, мы будем танцевать. Я думала, вот сейчас тут будут и артисты, и танцы. Вот бесплатное развлечение. Заявлены ли артисты? Будут ли петь, будут ли танцевать? Наверное, это будет сюрпризом. Не знаю. То есть это сюрприз для самих жителей города? Да, да. Ясно. Ну, что ж, заинтриговали. Я думаю, стоит нам здесь остаться и посмотреть, что будет. Конечно, оставайтесь. А потом, когда мы начали бегать рысцой, я отбил себе весь копчик. Встать, сесть, встать, сесть, встать, сесть, встать, сесть. Давайте. Вот, хорошо. Почти, почти. Встать, сесть, встать, сесть, встать, сесть. Вы знаете, я думала, что я попаду на настоящий бал. Тут будут танцы, будут артисты. Но время как бы идет, и ничего. Мне после критику шепнули, что все мероприятие, на самом день перенесется по учебным заведениям. Ну, а тут как бы отметились, получили свои аттестаты. И вперед в новую жизнь. Ну, дневное время, да, развлекаться негде. Ну, если это школьники, то, наверное, спортивные секции. И все. Ага, вы знаете, я прям чувствую себя героем вестерна, если честно. 15 рублей я отдал за тренировку. Посмотрите на меня, потом на своего мужчину, на меня и снова на своего мужчину. Да-да, я знал, что ты не переключишь. Да, может, и не так уж и дешево, но это абсолютно недорого, если сравнивать другие какие-то развлечения. Абсолютно, я считаю. Правой ножкой делаем мах и спрыгиваем, как с велосипеда. Мах. Ой, я нацепился за седло. Мах правой ножкой, прям так мах, чтобы спрыгнуть. Хорошо, сейчас. Я вас ловлю. С базной. Сейчас. И старайтесь приземлиться на мою тачку. Ловите меня, семеро. Вообще, я советую людям поехать в Дзержинск. Это, на самом деле, интересный, красивый город со своей колоритной историей. Ну что, наши герои уже в студии, и мы можем подводить итоги. Привет, Дима. Привет, Лена. Привет. Ну, как ваше путешествие? Классно, мне понравилось. Отлично, я покатался на лошадях. Кстати, о развлечениях. Дима катался на лошади, и это стоило ему 15 рублей в час. Да, это еще дешево считается. А вот Лена гуляла по городу, совершенно бесплатно. Правда, неравнозначное развлечение, я думаю, да? Ну, я на бал. Но зато сэкономила. Ты гуляла по городу? Я ходила на бал. Я подсчитала, сколько вы потратили. Итак, Дима потратил 48 рублей, а ты, Лена, 49,50. Иногда жизнь бывает нам несправедливая, правда. Если бы ты, конечно, поела дешевле... Да я с удовольствием, там такая ситуация, выпускные. И жила бы не в люксе, а в обычном номере, да еще с подселением, как Дима. Да, я с незнакомыми, как Дима, общался. Василился к незнакомым людям? Да, но они были хорошие, адекватные. И туалет у Димы был в коридоре. А у меня все удобно. Зато и шикарный. Да. Что бы вы посоветовали своим друзьям посмотреть в Дзержинске и в Марине Горке? Я бы посоветовал, безусловно, своим друзьям посмотреть архив. Как бы это скучно ни звучало, это было реально весело. Прикоснуться к истории, это всегда интересно, на самом деле, потому что нигде в Беларуси этого нет. Но это самый большой архив. Это самый большой архив, главное, на самом деле, не потерять. Также я бы с огромным удовольствием посоветовал посетить ту коноферму, на которой я был. Ну, Лена тоже единилась с природой, гуляя по городу. Я благодарю вас за такое тщательное инспектирование, Марина Горке и Дзержинска. А вы смотрели «Камень, ножницы, бумага». Не кидайте камень, пока не проверите все на себе. Так, я захожу. Ты снимаешь меня, да? Раю... Вот теперь я сбилась. Просто я хожу, тут смотрю. Это чудодейственные свойства. Посмотрите, басом. Ну, я же сказала вначале, что мы на банкет попали. Слева от меня была плазма, в которой играла Светлана Лобода. Что может быть лучше? А тут, тут, снять гостиную. Что-то сказать, что это гостиная. А, ну, я запрошел уже, да? Что-то, значит, встаю только и захожу? Делаем? Браво! Браво! Бис! Никого! Никого!